друзья здравствуйте сегодня у нас 14 апреля ну нужно уже видеть что окна открыты очень тепло у нас сейчас плюс 20 тут хочется немножко снять цветений цветет котлея шрёдере очень она многим нравится и не на понравилось не такие нежные красивые цветы в зефиринке с одной стороны 3 с другой стороны 3 цветка здесь еще раскрывается бутончики видеть они сначала белую потом они приобретают розовый цвет на фаленопсис и так чтобы украшали лицу здесь тоже маленькие фаленопсис и ликаста белая доцветает цветочек уже засох здесь идет ликаста киамова мискоба здесь у нас идет красавица с огромными цветами это мусси мяльбовая я даже чтобы вырвать сам цветок ну конечно видно что дома очень породистая вот в этот раз она дала стеснять весь куст можно увидеть что он сантиметров 70 высотой 3 цветка на цветоносе очень ароматная пол бирочки я сейчас попробую уже плохо видно 7 альба бланка на аврора вот пока читается надо дописать бирочку кто тут у нас еще это молнин глори но очень красивая вот честно новым невероятно необычный цветок то вот губа точно на поцелуй похоже ну и в прошлом видео я показывала что это все цветет потом гибрид три триумфос по моему до до цвета и танцы ем нам сидим такой интересный куколки здесь вот расцветать по 3 гибридная на что-то язык из очень красивого и так долго три месяца цветут энциклия и все никак она не завянет она даже здесь меня уже дала рост и вот можно увидеть вот ростики корешочки все растет и цветет весь меня собралась свести фокс это гибрид на шумбурге четыре цветочка в этот раз прошлом два было скоро начнут у меня цвести пурпураты сейчас пока это пурпурат дойдем вандачка это ванда роберт дэлайт блэк черненькая уже посадила ее в такую корзину потому что проще вот ухаживать потому в деревянных перерастают быстро растут у меня ванда очень быстро приходится это все делать тоже себе еще вандачку оставила тоже посадила в сетку и пора здесь малыши кстати очень очень хорошо растут это гибриды это давианы которых типовые вот можно видеть что ростики растут корешочки уже все в кору пересажены ну реально три года до цветения это все давиановые гибриды куда-нибудь за цветут подходим к пурпуратом вот они чехлы пурпурат это вот красная так как загар видно что будет кто-то темный что покупала эту пурпурат и не знают цветения и что-то будет интересное большой и она дала вот три таких этих чехла на трех ростах как я просматриваю бутоны я подношу фонарик смотрю там растут бутончики и вот будет это борт цвести здесь рядом еще спряток пурпуратом если вот так вот приложить чехол к лист очень крупная горшок здесь 30 сантиметров дальше по пурпуратом а кстати вернемся здесь такая дома зацвела орундина вот цветок вот такой вот красивый и вот так вот цветет из верхушки своего роста что-то еще вернемся он еще пурпурат и висят это уже перевешивать горшок и делиться на линии тоже растут чехлы не чехлы уже бутоны в чехлах рядышком вот этот растет корней тоже очень крупная снимать не хочу очень тяжелые растения дальше кто у меня а еще хочу показать как цветет пурпурата без чехла она может так делать когда рост достаточно большой жирный другого слова я не найду пока снимаю вот я сняла на верху пола вот эти роста обычные обычные росты и следующий рост вырастает на бок посмотреть достаточно такой крупный и вот здесь от солнышко попробую вот он растет цветонос вот так он это делает без чехла но это предостаточно когда растение раскормлено но так делает это пурпурата будет свести первый раз и кстати он нарастет еще рост и одновременно будет свести это пурпурата семиальбовая посмотрим что расцветет покупала не помню даже где а вот это вот на бульбах это черное что-то мне сильно не нравится буду наблюдать я у меня кстати в этом году в прошлом остались укусы были ложная щитовка она поражает котлеи сильной причем то ее не видно не видно в этом бахана массово и спасаясь только промоналом постоянно обрабатываю над укроющий снимать и это еще обрабатывать потому что очень сильно ест и травмируют растение потом болячки могут на нем появляться что еще а кстати даже вот одна одна и нашла я сейчас покажу как она выглядит доложная щитовка гадость редкая вот она не хочет фокусироваться вот она видите белые плямбочки вот это она я сейчас протру это все спиртом залью промоналом и принципе она у меня исчезает и больше не тревожит растение если где-то появляется я заново это делаю где-то через недельки 3 но чаще всего не появляется затронула такие темы как какие-то болячки всякие гады нехорошие что еще по порпуратам есть у меня порпурата которые корния я покупала в мексике не конечно очень долго вот это все акклиматизируется у меня не все растения выглядит прям класс вал есть акклиматизационные которые можно видеть лист без тургора там вот растет ростик но от ростика пока корней нету там вот была бульба пораженная здесь тоже бульба обрезала то черного не было замазала вроде все остановилось но акклиматизация сложновато проходит честно пока это все вроде и корни там пока есть но все дом очень очень долго пока ее акклиматизируешь а сколько растений теряется за это время без должного ухода там какого-либо из препаратов тоже важно вот по удобрения почему они цветут хорошо тоже шредере который вот ведет там три цвета не от того что там растение большому если руку подставлю ну она не огромная подкормки это кормлю петерсом мне нравится водорастворимые удобрения для цветения ну либо когда там для малышей пользуюсь удобрениями хорошо реагирует келпак ну по когда наращиваю корни но даже не всегда он может помочь в каких-то определенных ситуациях это растение это я тоже обрабатываю но не всегда ли все реагирует что такого еще интересного есть у меня тут цветоносик на ванде вандачка не моя ну вот как выглядит цветонос не хочет а вот теперь увидели это загар темная на листиках здесь с чехлом стоит лет леопольде потлее будут свести пока еще нету бутончиков что у меня еще будет здесь те которых по пара там от нас это тенеброзы тенеброзы будут свести 2 1 же цела не так интересно типовая тенеброза а это сейчас я покажу как называется не хочет тенеброза тенеброза вот она имеет самый самый темный цветок наконец-то нам не дала чехол в чехле растут бутоны тоже нереальная радость тут кстати тоже будет свести паркурата на варшевича да тоже без чехла вот так уже делала ни один раз свести что еще раз хочет свести пока ничего кроме паркурат все остальное стадии ростов и неизвестно будет свести нет здесь толстые росты он спанишает надеюсь будет свести а так кусты 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 такой маленький обзорчик потому что будет свести ну кому было интересно кстати ах да точно то есть же моси еще цветет бой растит бутоны это нам не подгорело можно увидеть на теплице уже натянуты агроволокно потому что у нас очень сильное солнце и здесь у нас растут бутоны здесь тоже из-за старых чехлов растут из новых по моему с пяти цветоносов будет свести муси муси типовая в прошлом году она мне засушила все бутоны то что я провела неправильным удобрением когда они растут бутоны лучше вообще ничем ничем не поливать кроме воды вот так я проморгала прошлом году цветения поэтому жду жду красоту и вот так вот тут куча мелочи которые тоже куда-то цвести а еще тут у меня что-то морковка кстати по посадке в бутылку вещь просто офигенная почему вот сфокусирована на корнях видите какие корни и они чувствуют воду вот потому что там уже внизу водичка и они тянутся и эта морковка будет вырасти вырастет очень очень большой именно поэтому потому все теперь морковки вот даже деленки какие-то теперь делаю все сажу бутылки и будут просто шикарной моркови расти вот так вот ну спасибо за просмотр пока пока